На фоне ухудшения эпидситуации в стране вводят новые ограничительные меры для бизнеса. Ужесточение коснется не только столицы, целого ряда регионов. Согласно решению межведомственной комиссии, объекты предпринимательства сократят рабочее время в будние дни, а в выходные вовсе приостановят деятельность. В связи с этим в Национальной палате предпринимателей Атамикен выражают обеспокоенность за дальнейшую судьбу МСБ и предлагают свое решение проблемы. Тему продолжит Фреза Балатбек. 13 областей Казахстана попали в красную зону. Теперь власти ряда регионов ужесточают карантинные меры. Например, в Нур-Султане, Шимкенте, Карагандинской и Атраусской областях вводят дополнительные ограничительные меры для субъектов бизнеса. В перечисленных регионах порядка 225 тысяч предприятий сферы услуг, а это 65% всего бизнеса, которым сократили рабочее время в будние дни, а в выходные и вовсе запретили работать. Усугубление и без того незавидного положения дел бизнеса видят и понимают в Национальной палате предпринимателей. В Атамикене предлагают смягчить ограничительные меры. Мы, как Атамикен, понимаем, что последние изменения значительно влияют на деятельность малого бизнеса, в основном малого и среднего бизнеса. Мы вносим несколько предложений, которые, как мы надеемся, будут поддержаны на уровне правительства. Это одно из предложений убрать ограничения именно для тех предпринимателей, которые добросовестно пользуются предложением наших и у которых 50 и более процентов сотрудников провакцинированы. Между тем, в Национальной палате предпринимателей предлагают распространить проект АШИК на все субъекты бизнеса, а алгоритм вхождения в систему значительно упростить и сократить сроки по вхождению в проект. Также мы предлагаем, чтобы для тех участников, которые добросовестно выполняют условия предложения АШИК, добросовестно участвуют в проекте, мы предлагаем, чтобы региональные санитарные врачи не могли дополнительно ограничивать уже к существующим республиканскому постановлению. В Атамикене предлагают пойти по опыту Москвы, где бизнес спокойно работает и в выходные дни. Только ответственность за соблюдение санитарных требований возложили не на предпринимателей, а на само население. В Национальной палате надеются, что правительство одобрит их предложения и дадут возможность предпринимателям продолжить свою деятельность с минимальными потерями. Фариза Балпека и Бусадуов, Атамикен Бизнес.